Всем большой привет! Меня зовут Оля, я вас рада видеть на своем канале, и сегодня я вам покажу, что же я связала за последнее время. В основном это будут, конечно же, игрушки и еще одну шапочку вам покажу. Так что, если вам это интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной, и всем приятного просмотра! Итак, давайте я с шапочки и начну. В общем, это, что называется, психанула. Как в том анекдоте, хорошо вам женщинам захотела поесть, пошла приготовила. Вот так же про вязальщиц. Захотела новую шапку, пошла связала. И, в общем-то, вот что у меня получилось. Как-то, в общем, захотелось мне какую-то новенькую шапку на межсезонье, на такое, не очень теплую, но и, скажем так, чтобы я в ней все-таки не замерзла осенью, и связала такую вот шапку Бинни с одним подворотом. Все очень просто, шапка укороченными рядами, сзади у нее вот тут идет шов, она мне очень нравится, она такая получилась яркая. Вязала я ее из Ализе Ангора Голд, по-моему, полушерсти, две ниточки, крючком номер 5. Вязала я ее из своего распущенного свитера. Вязала я в прошлом году на марафон Ярнфофан, на финальный этап свитер с кружевом. И, в общем, он мне не понравился, я его пыталась перевязать без кружева, но в итоге я его совсем распустила. У меня эта пряжа лежала-лежала. Я поняла, что я не хочу больше из этой пряжи себе свитер, но вот шапочку почему бы нет. И с удовольствием я ее себе связала. Давайте примерю. Там сзади, видите, такой на макушке она немножечко торчит, мне это очень нравится. Я ее ношу с пальто, с куртками. Мне кажется, такой яркий цвет дает изюминку образу. В общем, да, она мне очень нравится. Она, конечно, не на зиму, потому что довольно-таки будет продувать. Но вот сейчас прям самое то. Ходите, у нас уже, кстати говоря, снег выпыл в Челябинске. Так что да. Вот. Это что касается шапочки. Мне очень хочется из такой пряжи в комплект связать варежки теплые на зиму. Так что посмотрим, что у меня получится. Итак, теперь давайте перейдем к игрушкам. Начну я с пандочек. С вот таких вот. Как вы знаете, есть у меня на моем канале мастер-класс по вязанию пандочек. Но это другая схема. Я просто взяла схему обыкновенного маленького мишки, который мы с вами вязали вместе. Кстати говоря, ссылочку на этот мастер-класс, конечно же, оставлю внизу. И подумала, почему мне таких маленьких тоже пандочек не повязать. Просто используя два цвета, черный и белый. И вот и все. Собственно говоря, ничего сложного. Вот так она выглядит. Глазки здесь я сделала на безопасном креплении. Такие полукруглые. Вот она сзади. Все, ничего сложного. В общем-то, использовала я пряжу черный, это Ярнард Бэби. А белая, это у меня полушерсти. Так, это у меня пряжа из Троицкого. Называется она подмосковная. Цвет от Белка. И это у нас полушерсти. Она достаточно толстенькая, такая приятно шерстяная. И вязала я крючком номер два с половиной. И поэтому он такой получился немаленький. Больше, чем обычные мишки. За счет того, что пряжа более плотненькая. Вот меня много кто спрашивал, как же вязать вот эти вот черные пятнышки. Ну, девочки, ну все очень просто. Можете либо из фетра вырезать, да, пришить. Либо я связала просто из черной пряжи два овала крючком. Все. Три воздушные петли, которые... Ой. Три воздушные петли, которые я обвязала по кругу столбиком без накида. И все. В общем, ничего сложного. Я думаю, у каждой справится. Вот такие пандочки. Так, идем дальше. Дальше вам покажу еще такую свою пол-новинку. Уже показывала таких. Но вот у меня еще связались. Немножечко я их изменила. Значит, это у меня пингвинчики с жаккардом на голове. Знаю, что очень многие меня просили делать мастер-класс. И у меня сейчас в работе пошаговый фото-мастер-класс, который можно будет у меня приобрести. Стоит он будет, кому интересно, всего 150 рублей. Мастер-класс наподобие тех, которые я делаю по мимишкам. Также в печатном виде с фотографиями, с подробными описаниями. Так что ждите. Я вам об этом обязательно сообщу в своей группе ВКонтакте, в Инстаграме. Вступайте, кстати, в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. У меня их два. Один посвящен моим игрушкам. И второй мой личный. Так что жду вас там. Так вот, два пингвинчика. И вязала я их тоже из такой же пряжи, как и пандочку. Это у нас пряжа из Троицка подмосковная. Вот она, 250 метров на 100 грамм полушерсть. И мне очень понравился цвет. Он такой прям вот нежно-серый. Шапочка у него снимается. И вот как выглядит. И, значит, решила я ему вот такую вот шапочку сделать в этот раз. Не Бинни, как мы, как я раньше вязала, а вот такую вот шапку-ушанку. Мне показалось это очень милым. И можно ему так сделать целую коллекцию разных шапочек. Да, и, кстати, в мастер-классе, который у меня сейчас в работе готовится, также будет описание вот такой вот шапочки-ушанки. Да. Да, и глазки тут я также использовала уже на безопасном креплении. Такие вот полусферы черные. Вот они, малыши. Итак, идем дальше. Я вам показывала в своем видео с покупками и с новинками пряжи. Это, что я купила пряжу Ализе Софти белого цвета. Я хотела связать зайца с такими длинными ушами. Вот их очень много есть в таких картинках. Да, подруга попросила меня научить такого зайца вязать. И я уже слишком поздно поняла, что для него нужна пряжа все-таки другая. Не Софти, а такая, знаете, как плюшевая пряжа. И я купила потом еще плюшевую пряжу. Но вот у меня остался, получается, белый моточек. И поэтому я из него решила связать зайчика. Опять же-таки, это самая обычная схема зайца, которого мы с вами вязали вместе, маленького. Но посмотрите, какой он получается большой. Он просто огромный. И вообще, это прям классная идея для тех, кто хочет связать игрушку побольше из какой-то маленькой схемы. Просто возьмите вот такую пряжу. Зайчик получится вот такой, видите, большой. Я ему сделала еще такой шарфик связала розовый. Значит, что хочу сказать про эту пряжу. Она очень приятная. Она в игрушке, получается, ну просто великолепная. Но вязать из нее это просто какое-то сущее наказание. Это просто невозможно. Очень сложно. Поэтому я сразу говорю, что она точно не для новичков. Потому что я вязала практически вслепую. Несколько раз распускала по несколько рядов. Потому что просто... Я просто не вижу, куда мне вводить крючок. Но, тем не менее, это того стоило. И под конец я уже приноровилась побольше. Уже как-то, так знаете, уже глаз привык. Вот. И я буду еще из нее вязать. Несмотря на все сложности. Мне очень нравится этот результат. Очень... Мне кажется, будет классно смотреться из такой пряжи-снеговичок. Так что обязательно я свяжу из нее снеговика еще. У меня полмоточка еще осталась. Поэтому вот. Такая прелесть. И также, продолжая тему объемной пряжи. Я вам показывала также в видео о покупках пряжи, которая называется картопу. Куда ударение ставить? Я не знаю. Напишите мне. Такого нежно-розового цвета. И я связала из нее, как и планировала, медведя. Вот такой тоже. Посмотрите, какой он большой. То есть он, ну, не знаю, в полтора раза, может быть, даже больше. Больше, чем обычный мишка. Посмотрите, какой милаш. И из этой пряжи уже вязать легче, чем из Ализе Софти. Однозначно. Но, конечно, тоже глазу тяжело. И, скажем так, нужно больше немножечко концентрации. И такого напряжения, чтобы углядеть, куда же нужно крючок вводить. Так вот, тоже глазки у него на безопасном креплении. Я как купила эти глазки, просто теперь их везде применяю. Мне очень нравится. И, по-моему, тоже он такой, он очень приятный получился. И прям вот такой, как я себе представляла. В общем, обязательно буду еще пробовать разные цвета, как Софти, так и вот такой же тоже пряжи. Мне очень понравилось, как это выглядит, как это смотрится. Он прям, мне кажется, мимишность игрушки сразу увеличивается, если ты вяжешь ее из такой пряжи. Так, ну и последнее, что я вам покажу. Это тот самый зайчик с длинными ушами, которого я все-таки связала. Из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Это как раз-таки, вот она плюшевая такая пряжа толстенькая. Она такая приятная. Вы знаете, она просто какая-то нереальная. Она как будто, не знаю, какое-то облако вы держите в руках. Вот, я вообще видела, что вяжут разные игрушки из такой пряжи, но мне они никогда не нравились, я вам скажу честно. Но вот тут как-то так сложилось, что подруга попросила показать ей, как такого зайчика вязать. И я подумала, что сейчас я найду какой-то мастер-класс и по нему быстренько свяжу. Но нет, не тут-то было. Фотографий и вариантов этих зайчиков очень много, целое море. Я посмотрела несколько мастер-классов, два. Но они мне не понравились, мне не понравились те расчеты. И, в общем, я поняла, что нужно делать самой. И в итоге я просто по картиночке связала сама зайчика с длинными ушками. И вот что у меня получилось. Такой вот зефирный малыш с длиннющими ушами. Это совершенно вообще не похоже на то, что я обычно вяжу, как мне кажется. Но, вы знаете, когда я повязала, мне даже понравилось. И как-то вот, не знаю, когда я именно поработала вот с этой пряжей, я как-то к нему даже прониклась. И мне кажется, что в таких игрушках все-таки есть своя прелесть. И с пряжей вязать, конечно, это просто одно удовольствие. Она очень приятная. Вязала я крючком аж номер 4,5. По-моему, да. Пробовала крючком номер 5, но мне не понравилось. У меня были просветы кое-где. Поэтому я взяла крючок номер 4,5. И я еще посмотрела, что и вязать-то нужно не совсем так, как мы обычно вяжем. Там немножечко другой идет даже захват нити крючком, как бы сверху. Ну, в итоге я привыкла. И мордочку я, кстати говоря, связала из Alize Softy. А вот весь остальной зайчик у меня из вот этой вот плюшевой пряжи. У меня это Dolphin Baby, как я уже сказала. Но еще, по-моему, Yarnard Dolce тоже вот такого же плана. В общем, вот зайчик. И, конечно, ему хочется связать еще какую-нибудь одежку. Может быть, платьишко, либо же кардиган. Ну, в общем, вот. Попробовала новые для себя материалы. И вот связала за этим такие длиннющие-длиннющие уши. В общем, тоже есть. И в нем, конечно, своя прелесть. И, да, вязать из этой пряжи мне однозначно понравилось. Ну, вот и все. Я вам все рассказала. Показала, что я связала за последнее время. Большое спасибо за просмотр. Я вам всем желаю творческого вдохновения, уютной, продуктивной осени. Желаю вам всем заниматься своим любимым делом, свое удовольствие. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Напишите, что вы связали за последнее время, что вы сейчас вяжете. Мне будет очень интересно почитать. И напишите, если вы пробовали уже вязать пряжи из софти, либо какими-то еще другими подобными фактурными пряжами. Мне будет очень интересно узнать ваш опыт. Ну, все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. До встречи. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok